Сохранение старинных, разрушенных храмов – это в прямом смысле сохранение русской земли. Поэтому сегодня очень важно восстанавливать поруганные святыни. Церкви, заброшенные, закрытые в безбожное время, есть в каждом уголке некогда Святой Руси. Есть такой храм, освященный именем святителя Николая Чудотворца и в Вологодской области. В церкви уже частично обрушился купол. Однако за реставрацию Дома Божия все-таки взялся профессиональный архитектор. И, быть может, еще не все потеряно. В 500 метрах от Спаса Прилудского монастыря на излучине реки в красивейшем живописном месте стоит храм Николая Чудотворца на Волухе, построенный в 18 веке. Когда-то это был очень обширный приход, ведь расположен он на Московско-Архангельском тракте. И все путешественники здесь возносили молитвы Николаю, считающемуся покровителем странствующих. В 30-х годах прошлого века он был закрыт. После выезда склада ГАИ в конце 90-х стал постепенно разрушаться. Архитектор-реставратор Анна Дворник обратила внимание на святыню 4 года назад, еще учась в институте. Ее поразила красота древних стен. И Анна решила, что проект реставрации этого храма станет ее дипломной работой. В течение летнего периода я сюда приходила и начинала обмерять храм и делать обмерные чертежи. Студенты, ребята тоже мне помогали. Но сейчас Анна боится, что скоро восстанавливать будет уже нечего. Здесь уже давно рухнула часть крыши трапезной. И некогда прекрасное здание находится на грани разрушения. Самое проблемное место сейчас у нас в храме – это вот западная стена холодного храма. Она буквально на глазах разваливается. Поскольку крыши нет, стена накапливает влагу, и кирпич начинает разрушаться. Особенно зимой, когда температура все время меняется с плюса на минус. Появились вот такие вот продовольные трещины в стене. И стена буквально пучит, она вываливается в эту сторону. И если сейчас разрушение не остановить, то обвалится вся верхняя часть храма, или восьмерика, который стоит наверху. И тогда уже будет практически не остановить храм. А ведь монахи Спасо-Прилудского монастыря, сейчас храм является монастырским подворьем, и их помощники за три года сделали очень многое, чтобы хоть как-то привести святыню в порядок. Оградили храм от осадков и излишне любопытствующих. Для этого сколотили временные оконные рамы, затянули их пленкой, установили дверь в притвор, наняли трактор и грузовик, чтобы вывести мусор. Но самая большая проблема – отсутствие крыши и рухнувший свод, который продолжает обваливаться, привели к еще большей беде – огромной трещине на несущей стене. Раньше здесь был небольшой проем, оформленный порталом, но впоследствии этот проем был разрушен, сделана очень большая пробоина. И нагрузка сместилась, и очень сильно стала разрушаться кладка. Отец Ефимий срочно нашел специалиста по восстановлению старинных стен – каменщика-реставратора с многолетним стажем, чтобы он помог приостановить надвигающуюся катастрофу. Вот уже две недели Юрий трудится в поте лица, а работа продвинулась совсем ненамного. Выложены всего два метра, ведь этот процесс очень сложный и требует большой осторожности и особых материалов. Нам на данном этапе очень важно просто законсервировать, приостановить разрушение этого уникального храма. Конечно, чтобы произвести даже самые минимальные антиаварийные работы, нужны немалые средства. Поэтому братья монастыря обращаются ко всем волокжанам за помощью. Я бы хотел, чтобы участие в возрождении этого великолепного храма приняли Николай. Те, кто носит имя святителя Николая. Может быть, у кого-то был отец Николая, дедушка. И вот в память о них тоже можно, безусловно, принять участие в возрождении этого великолепного храма. Это и будет вклад в возрождение этого святого места. Евгения Лапова, Константин Корнилов, Телеканал «София».